Все цифровано, все можно анализировать, на все можно влиять. Для меня вот это основное. Соня, ты записывай, да? Транскрипируешь, да? Да, хорошо. Так, системный подход на все можно влиять. Да, цифровано то, что можно анализировать и влиять на все. Ага, цифровка. Да, цифровка, очень понравилось, что очень много инструментов, на самом деле вообще информации очень много. Там, знаете что, там дальше будет погружение все глубже и глубже. Когда будет рассказывать финансист, вы им будет такой момент, что вы спросите? Чуть. Не, вот это финансист так интересно. Я, если честно, на маркетинге, я уже выключать начинал. Да, да. Просто я сижу, себя заставляю уже. Да, хорошо. Вот так. О! Ну я изначально, в конец, где бы задавал пробку, надо ли вообще этим заниматься, надо ли. Стоматологический бизнес, он хороший. Хороший. Особенно, если применить к нему правильный подход. Ну, если все вот это, что вы там говорили... Ну, все вот это. Ну, я правильно, да? Я правильно понял, да? Окей, пишу. Стом. Бизнес. И смайлик. Окей. Хочешь узнать, можно ли открыть стоматологическую клинику по франшизе «Демократ» в твоем городе? Прямо сейчас переходи на наш сайт, оставляй заявку и получай полный пакет документов. А именно, финансовая модель открытия окупаемости клиники, подробный план открытия и уже готовый скринкаст видео о том, как один из наших партнеров открыл клинику и вышел на выручку стоматологии. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании под этим видео, вводи свою электронную почту, имя и номер телефона, и в течение пяти минут тебе придет информация в виде смс-сообщения и на почту с полным пакетом документов. Переходи по ссылке в описании этого видео, оставляй заявку и получи полный пакет документов. Такого прям, чтобы главного инсайта нет, там действительно все очень полезно, все очень конкретно, все на примерах, что надо работать с профессионалами. Надо работать с профессионалами, вот это мощно. Итак, а ты снимаешь там, все это делаешь, да? Так, надо работать с профессионалами, вот это очень мощно. Вот это очень мощный инсайт, потому что я здесь даже немножко скорректирую, потому что когда мы запускаем какой-то новый процесс, мы всегда покупаем лидеров рынка. Например, вот мы когда там допиливали АМСРН, ну под стоматологию, мы такие, а кто лидер рынка? Нашли компанию, которая самые крутые, самые дорогие, и сказали, настроите нам СРН. Они нам настроили СРН, и мы знали, что это лучшее из того, что мы могли купить. Потом мы все нафиг переделали, сделали по-другому, адаптировали под нас, но мы пошли к профессионалу, потому что мы прям купили лучшее, то, что было на рынке. Потому что если бы мы пошли, например, к чайнику, к дилетанту, к какому-то фрилансу, он бы нам настроил, у нас были бы сомнения. Так, не так, а мы пошли к профессионалу, уплатили очень много, нам все настроили профессионально, и потом мы просто уже поняли, как эта механика работает, и потом уже сейчас, в принципе, нам даже не важно, кто будет эту СРН настраивать, потому что у нас есть уже алгоритм. Сейчас это может настроить фрилансер за 5000 рублей, ну я условно сейчас говорю, так же, как и с рекламой, может настроить любой другой подрядчик, потому что есть система мотивации, и ее уже можно применить к любым контрагентам, правильно поставить задачу. Но изначально 100% нужно работать с профессионалом. Мощный инсайд, спасибо. Ну, то есть, действительно, очень много полезной информации, что понравилось. Графики мне очень понравились ваши в общей доступности, потому что обычно эти графики вижу только я. А тут вот они, да, все их видят, все понятно, все с ними работают, каждодневно, да. А, это вы из экскурсии? Да, да. Нет, нет, планов рассказываю у врачей. Нет, нет, графики, которые в кабинетах везде, здесь, сейчас. Метрики? Метрики, да. Мотивационная, да. Мне понравилась мотивашка за больного доктора за 1. Я сюда не думала. У нас есть такой момент, если какие-то доктора, да, делают, а какие-то более расслабленные состояния не живут. Да, прикольно. Кстати, вот с графиками скажу вам то, что очень мощная штука, потому что там, человек у него там так-так-так, и он когда ручками сполняет, именно вот ручками пишет. Красиво. И потом, когда, типа, плайорка, он такой, все видят, ему вроде как неудобно, и так далее, потому что он вроде как бы, я звезда, а вроде как, ну, есть нюанс, и такое. И это очень круто работает, потому что, особенно, когда, даже вот я, что там, ребята, у них там звонки, да, у него там, Вчера я сделал 60 звонков, сегодня он уже собрал слухови такой, 61. А завтра 62. А прошел месяц, и там уже 120. Понимаете? И каждый, каждый, один раз больше позвонить же легко. А проходит 2-3 месяца, оп, а это уже рост. Представляете, какой? Вот это вот очень мощная тема. Ну, на самом деле, вообще, команда классная, и мы больше действуем интуитивно, и, на самом деле, где-то в каких-то моментах получили подтверждение, что да, это верно, двигаемся дальше, и потом в том же направлении. Хорошо, спасибо. Меня впечатлило вообще, вот, сегодня все выступающие, и я прям впечатлен в вами. Я пришел, говорю, такие молодые парни, и я такие продвинутые во многих моментах. Действительно, команда у вас сильно добралась. К вас не будет, не знаю, как будет. Вдруг нашли. Меня очень впечатляет. Вы огромные молодцы. Спрашиваю, да, сколько три с половиной года? Да, да. Сильно прям. А по инсайтам я для себя, вот, управленческий отчет мне понравился, Google-таблица, по-моему, да? Угу. Ага. И АМАСРМ как на сайт, потому что мы на Айденте работаем, и все-таки, думаю... А его не хватает. Не хватает, да. А право... Ну, не синтегрировать его не может тоже. Мы хотели с битриксом синтегрировать, а для этих, и ты говоришь, что технически это невозможно. Нужно что-то третье, куда? И оттуда, и оттуда. Ну, не дают так. Ну, и же интересно вашу, конечно, серию. Серия. Вот мы уже думаем... О, столько внутри. Столько, да, конец 22-го года вы говорили, да, этого? Я бы сказал про серию. Да, это, знаете как, это из серии долго-дорого, и факт, что это получится. Да, потому что мы посчитали это примерно, ну, где-то 7-9 миллионов рублей и примерно год. Но вы же ее продавать потом. Нет, ну понятно. Просто это же такой процесс, когда мы, то есть, в него заходим, мы должны понимать, что это 7-9 миллионов рублей и год, и плюс административные люди, которые будут этим заниматься. Потому что делать еще одну, как бы, не до СРМ не хочется. Хочется... Ну, эксклюзивный продукт, которого нет. Понятно. Ну, просто мы... Можно узнать, почему его нет. Мы ее заговорим, что, скорее всего, она будет, если у вас все получится, но это будет супер вообще. 100%. Так, управленческий учет, да. А мы СРМ зафиксировали. Хорошо. Спасибо большое. Так дела. Ну, я сделал вывод, что в клинику надо внедрить систему СРМ. Намного работать еще. Но оптимизировать, так сказать. Инсайд, я правильно понял? Есть что делать. Про АМСРМ, кстати говоря, как вот это там все работает, всякие технические настройки, это там будут у нас рассказывать. Кто будет рассказывать? В третий день, по-моему. Яна будет рассказывать. Она прям конкретно покажет. Потому что мы сейчас по вертам пробежались, а там вы любите наши нюансы. Прикольно. Я понял. Инсайд, то, что есть, что делать? Начинать. Да. Есть. Да. Чем? Работать. Это, кстати, хороший инсайд, потому что высоко обучение проходит, надо вычислить список. Вот это все я хочу внедрить. И там получится, я не знаю, 20 пунктов. А потом выбрать, а вот это я буду делать. И получится 5 пунктов. А вот это я сделаю в первые 2 недели. Получится 3 пункта. А вот это я сделаю сегодня. И вот если так двигаться поступательно, то увеличивается вероятность успеха. Окей, идем дальше. Спасибо. Спасибо. В этом 10 месте. Вообще, ребят, хотел Вас поблагодарить. Молодцы, большие Вы. Сегодня Вы пообедали, поговорили в принципе. Чего хочу сказать, что если так разобраться, по большому счету, то, что Вы даете, ребята, это не является чем-то крутым, по большому счету. Если предприниматель занимается, там, конечно, спорно, Паша, там, CRM-система, настройка, это все, как бы, несложно. Просто у нас такой рынок, да, стоматологический, он, ну, не разве, ну, реально, вот у нас как есть такой пример, крепостное право, вот я его, вот он прочитал, да, отпустили нас, мы с виллами стоим и не знаем, что делать, да, грубо говоря. И поэтому Вы, ребята, молодцы. Я смотрю, посмотрел на Вас, Вы, я Вас видел, там, CRM-группу Вы прошли, да, финансовое планирование прошло, да. Молодцы, Хаббард там внедрили, да, столько, из юнитов используете вот эту методологию, да, по качеству. Думаю, очень молодцы. Я хочу поблагодарить Вас, то, что вот в отрасли появляются такие ребята, во-первых. А во-вторых, предпринимателям, вот, стоматологам, которые открывают свои клиники, хочу сказать, что, как бы, вы не осилите быстро от того, что сейчас ребята дают здесь. То есть, я вот, допустим, честно скажу, что, мы какой-то аналог управляющей компании уже сделали у себя, да, на трех офисах мне пришлось сделать, потому что людей стало больше семидесяти, но это мне потребовалось, там, три-четыре года, да, своего предпринимательского труда, да. А другие ребята, не имея, как бы, бэк-офиса или центрального офиса, да, или средств достаточно, они это быстро не сделают. Поэтому обращайтесь с ребятами, они очень молодцы, развиваются. Удачи вам, по сути, и хорошо. Спасибо. А вот, спасибо большое за вот эти слова, что видно, что у вас есть предпринимательский бэкграунд, да, вы понимаете многие такие штуки, а вот исходя из того, что вот сегодня какая-то такая вещь, которую там, ну, мы туда можем дополнить, из-за сайтов что-нибудь скажите? Я хочу сказать, что из-за сайтов то, что со стороны, как бы, вы еще бронтизер, да, или как правильно, да? Угу. Угу. Но, все-таки, скорость, скорость роста компании, возможна только если мы отдаем этот специалист. То есть, HR, вот сейчас у меня в структуре появился отдельный HR. То есть, ты понимаешь, что ты несешь огромные расходы, не имея своего HR. У тебя больше компаний, больше 40 человек становится, ты понимаешь, что неправильный найм, неправильный ввод, потом 3-5 зарплат выбегает и т.д. и т.п. Я отдаю, выделяю это отдельную функцию, да? То же самое и то, что вас касается, у вас маркетинг, я приехал за маркетинг, посмотреть, да, как у меня, он у меня, как бы, такой кривой косой, посмотрел, вот, с вами по маркетингу, в первую очередь, будем поработать. Поэтому, и вы, я так понимаю, агентство, да, у вас в свое время, поэтому чувствуется база, да, человек рекламным агентством занимался, он, как бы, дает свои знания, и это, как бы, главная движущая сила, в том числе и вашей компании. Это молодцы. Спасибо. Я правильно записал царь? Ну, насколько я правильно записал? Скорость развития определяется, ну, профессионалом, с которым ты работаешь. Снимаете, что ли? Да. Ребята, я вас очень прошу, посмотрите видео, поставьте лайк, комментарий напишите, поставь колокольчик, сделай репост этому видео, мы так старались записывать все эти видео. Спасибо тебе большое, и хорошего просмотра. Ай, пошел. Спасибо. Все, все сказал, да? Все, я понял. Идем дальше. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вообще, мне... Я всегда поняла вот это, я поняла все это, я все знала, что все-таки придется укупулять, вот, учиться по управлению, да? Укупиться в эти процессы, да, ну, как бы, если теперь понятно стало, я уже... Ничего я не хочу, но перейти придется. Вот, мне понравилось управление, значит, мотивация врачей, администраторов, работа с персоналом, как правильно работает сам управляющий, и кем он является для своих работников в своей клинике. Угу. Вот это, мне кажется, что он. А еще мне понравились... Мне понравилась... Мне понравилась миссия и цель. Миссия вылечить всех, качественно вылечить зубы. Ну, цель, там понятно, да? То есть, ну, как бы, миссия, я подумала о том, это была моя миссия, как бы, миссия. Стыдно. Хорошо, спасибо. Вообще, что очень хорошо зашло, во-первых, то, что вы надаете здесь, на то, что туда садили, я вижу то, что проделана реально очень качественная система работа, просто респект, ребята. Реально. Реально. Это то, что это важно. Мне понравилось то, что нормативные показатели, что в уровне продаж, то есть, вот эти вот, там, стоимость среда, вот такие, вот эти DC-моменты. То есть, это прям очень хорошо, потому что до этого был как в интуициях, а сейчас уже есть, скажем так, еще неправильно. Вот. Потом, контент у вас очень прост и очень доходчив, вы объясняете, тоже это очень хорошо. Вот. Финансисты не видели, там, ну, надо вообще будет приземлять. Убедился то, что Amateur Ryan точно нужно внедрять, то есть, у нас, как бы, своя миссия есть, ну, миссия, медицинская информационная система. Ну, а миссия точно надо внедрять. Он окупится, прям, махом. Потом, очень хорошо зашла информация по поводу зарплаты и мотивации куратора и управляющим. Тоже классная информация. Потом, понял то, что докторам можно проценты снижать. Ага. Да. Ну, это надо делать. Как? Вот. Ну, в конце так, ребята, у него все просто. Спасибо. Еще мне понравилось, как Алексей объяснил вот эту тему за счет узких мест. Ага. И как-то там снизить расходы и влечь приход. Еще только огородочек. Городочек вообще. Да. Так, узкие места. Узкие места бомба. Ну, вот мы тоже вместе приехали, получается. Я тоже очень рад. Много полезного услышал. Ну, конечно, многие инструменты мы не применяем. Сравь fucking Karlerman гости. Мinton aproximadamente. Ну, смирно. Минус. Минус. Как заплатитьoda. Минус. Она также опп jackets. Конверсию уже можно увеличить на процентов 10, но это первый день, и жестокие эмоции, поэтому еще 2 дня ждут, и я думаю, что многое с полезным узнаем. 100%, спасибо. Благодаря таким людям со мной, команды, команды, мы с вами работаем, благодаря профессионалу можно расти в бизнесе. А если нет таких людей, то уже слишком маленький будет, а мы хотим быстрее подзеваться, быстрее расти, поэтому вы на этом плане очень сильно. Да, тут я еще вам добавлю, скажем так, допомню, здесь важно, почему прикольно, когда люди приезжают вместе, потому что, как приезжаешь вместе, понятно, кто потом будет делать. Потому что вот я ездил, например, наобучился, и такой думаю, я вот один поехал участвовать, а кто-то приделать. И такой, опа, и вот когда вместе приезжаете, и как бы потом у вас мысли в одну сторону направлены, это очень круто. Ну, мы возвращаем, потому что откладка у нас завышенная, а в рекламу мы, как бы, деньги мало уделяем. Поэтому сейчас будем маленько оптимизировать. Сейчас у врачей заберем. И еще будем на рекламу, соответственно, и уменьшаем откладку. То есть у нас 30% получает этот отклад. Важный такой момент, что когда, сейчас объясню очень важный момент, вот у Оксаны, когда она ведет консалтинги, важно, что когда она заходит, мы заходим с этой системой, мы не говорим никогда, что там, все, надо все переделать, все не работает, вы все это, ну, короче, вот так нельзя делать, потому что сильный градиент получается, и как бы вот этот стресс. Поэтому все должно быть очень так плавно, постепенно, поэтому, например, в Катсалтинг, когда мы делаем, для действующих клиник, это там занимает 5 месяцев, потому что все идет поступательно, потихоньку, потому что есть разные сопротивления, которые встречаются, потому что вы приедете, скажете, теперь вот так, и он скажет, ну, мне так не нравится, и вот это сопротивление нужно грамотно проехать, для того, чтобы все увидели в этом во всем плюс. Ну, еще, Оксаны сказал самую вещь, что не надо бояться, там, увольнять, потому что мы, как бы, не обращаем, потому что они делицы, боимся, да, то есть, там, в этом плане, да, тоже вот понят, что немножко нужно продажать, потому что на офисанал Тадарин, на Митчевчер, на Абилов, на Абилов, на Абилове, в другом общении. А еще вот, хотелось бы добавить, что на самом деле, вот, например, у вас все, да, коллеги, у вас такой вопрос, то есть, как бы, он уже посвящен, как бы, он, то есть, очень важно, мне кажется, быть, ну, подготовленным. Когда есть подготовленность, то приоритет сопротивление, можно сказать, что у меня ее нет, я буду говорить, вот, посмотрите, да, а подготовленность, она, как бы, приводит, когда, ну, и возможности, когда они встречаются, то рождаются успехи, как бы, поэтому, это очень важно. Надо обучаться, учиться. Надо обучаться, отлично, я понял, ок. Я сто процентов с вами согласен. Не просты. В принципе, все сказано, что я сейчас еще, что, в первую очередь, CRM-систему принесет на, так же, прокуратуры. Что мы можем записать в колонку инсайтов, вот, за сегодняшний день, вообще, любые мысли. Все сказано, что я выделял для себя. Хорошо, спасибо большое. Ты вау, а? Как же? Ну, Алексей, я много чего понял, я думаю, что все это. Ну, например, то, что надо более точно, что не вести, как-то, 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 как-то. Ну, у меня все примерно, если честно. У меня так все. Там, администратор, там, взяли туда. Ну, как бы, все. Я понимаю, что происходит, где я работал, я или... Вот этот момент. Коменди-класси, простите, я беру. Коменди-классмотрели там, типа, какой этаж? Сороковой. Плюс-минус. Сто, это вот это, да. Я квартиру купил новую, там, большую. Там, 250 метров. Ну, плюс-минус, шесть. Анна рассказывает, что администратор или куратор за что-то 1,5%, минус 2%, штраф какой-то. Я не представляю, как это засчитать. Нужен управляющий, это мощный инсайд, я его хочу выделить, потому что, то есть, что происходит? Почему правильно наш коллега сказал, что рынок, когда сам врач, он же собственник бизнеса, то есть, вот эта сама модель, она не совсем правильная, потому что, например, вы как врач, вы профессионал, но как собственник бизнеса, профессиональный управляющий, маркетолог, человек в продаже, в системе финансов, вы дилетант. И получается, когда такая ситуация происходит, у нас же такие есть партнеры, которые врачи, и мы говорим, самый лучший выход, вот в вашем конкретном случае, ну, я сейчас абстрактно говорю, не вам конкретно, потому что надо вникать, например, наймите крутого управляющего, потому что, если вы крутой врач, и вы, как бы, всю жизнь занимались тем, что практикой, да, лечили, зачем вам заниматься тем, в чем вы некомпетентны, что вам не нравится? Продолжайте лечить, ну, кто-то должен управлять клиникой, кто-то должен с утра до вечера все эти цифры считать, мотивировать, заниматься продажем, анализировать эти маркетинги, строить эти планы, смотреть график, это целая огромная работа, поэтому вот мощный вот этот инсайт, то, что нанять управляющего, это хорошая продажа. Спасибо. Пожалуйста. 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 Мы, например, находимся около 1,5 года на переходе на системные изменения, получается, что мы охраняем, что мы процепровываем по процессу. Это очень долгий процесс, мне это надо понимать. И зарплату меняет, саботаж. Просто я, как руководитель клиники, как хозяин, хочу сказать, надо быть готовым с этим. Надо понимать, куда мы хотите идти, и надо быть верным. Если хотите идти туда, вот, в систему делать, все-таки нужно идти, наградоваться, наградоваться. Это очень сложный путь. И в конечном деле. Да, да. Так, значит, я инсайд запишу, решил, надо делать. Нужно бояться, не нужно бояться. Сейчас, врачи, вот я смотрю, мы тоже очень боялись, потому что везде есть, везде есть, везде приемы. Некоторые уходят, поэтира-станет. Ну, что делать? Поезд, поэт, поэт. И вот, смотри, делай. Да. Мощно. Спасибо большое, давайте прохлопаем сами себе. Так, ты еще не подписался? Я тебя очень прошу. Подпишись прямо сейчас, поставь коммент, колокольчик, лайк и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...